Столица продолжает приходить в себя после мощного снегопада. За прошлые сутки в мегаполисе выпала месячная норма осадков. Город оказался практически парализован. Дорожные заторы протянулись на многие километры. Как коммунальщики справляются с погодным коллапсом и как жители оценили их работу, выяснял Андрей Деменок. 19.00 столичный район Жигалау. Накануне эта пробка могла претендовать на звание «самые длинные в столице». В заторе оказались сотни авто. Как дорога? Ну, сами видите, экологики. Про дороги снимаем? Круто ездить? На такой? На такой нет. Как ездить? График сбивается? Да, сбивается. Сильно? Да. Опоздаем полчаса. Причина затора очевидна. Гигантские сугробы, которые коммунальщики убирать то ли не торопились, то ли не успевали. Впрочем, среди автолюбителей есть и свои размышления на эту тему. Что именно? Ну, это транспортный коллапс. Техника не готова. ГСМ дорогой. Впрочем, сами коммунальщики лишь подкрепили догадки водителей. Замерка дорогая? Да. Экономить начать? Да. По ГСМ вопросов нету. У нас все в тарифах это заложено. То есть, если коммунальщики там будут говорить, что вот, бензин подорожал, запчасти подорожали. Это... У нас есть договор же, получается, со всеми предприятиями, где все эти расценки, все прописано у нас в договоре. Примечательно, что представители Акимата Сыраркинского района в этот вечер оказались единственными чиновниками, готовыми общаться с журналистами на тему вывоза снега. Их коллеги с других районах Акиматов от комментариев на этот счет отказались. Данный снег мы, я думаю, уберем в течение трех-четырех суток полностью по району мы должны выбрать по регламенту. Ну, вы обещаете жителям столицы, что уложите сроки? Жителям района, да. Ну, конечно, уберем. Куда ж мы денемся? Напомню, за прошлые сутки в столице выпала почти месячная норма осадков. По официальным заявлениям, коммунальные службы делают все возможное для расчистки мегаполиса. В этом смогла убедиться и наша съемочная группа, которая повстречала одну из бригад коммунальщиков. По их словам, они были очень заняты. А что говорят коллеги из других районов, когда они вывезут весь снег? Ну, они тоже должны по регламенту работать. По регламенту должны работать. То есть 3-4 дня? 3-4 дня. Ну, с учетом того, что снега выпало очень много, конечно, скорее всего, может быть там день плюс день может продлиться. Но основные улицы мы должны убрать буквально за сутки. Ну, то есть недельку еще поработать придется. Обычные горожане к прогнозам чиновников относятся с недоверием. Говорят, больше верят своим глазам. И увиденное пока оптимизма не вселяет. Как чистят снег? В среднем. В среднем? Да, да, в среднем. Это вы еще так, мягко сказали? Да, да, мягко сказал, да. Андрей Деменок, Артур Горчников, Хабар, 24.